Жители посёлка Аксу утонули в собственных дворах. Люди уверенно заявляют причину в неправильном устройстве дамбы. Огороды ушли под воду, а вот повладарцы переживают за свалки и здоровье деревьев. Видео в нашем мобильном приложении. В жемусах в зданиях бывшего садика пилят деревья, причём не только старые, но и молодые. Берёзки, сосны, тополя. Катай-18, последний подъезд. Сухое дерево, вот уже лет как пять. Просим спилить, никакой реакции, уже окна разбивают, ветки. Гагарина, 81, растёт тополь, весь покрыт паутиной. Внутри ствола дерева, расположены черви, дерево больное. Примите меры. А это видео прислали жители улицы Набережной в посёлке Аксу. Вот смотрите, проложили только мешки и посмотрите, что делается в воде. Элитные сорта посажены груши, яблони, розы. Всё затоплено. Всё затоплено. Сделали дамбу и неправильно сделали дамбу. Положили трубу, которая должна быть оттоком снеговой воды. Она совершенно там не нужна, эта труба. Все страдают, все страдают. Время 20.57. Хабаровская улица. Вода еле бежит. Давления никакого нет. Звонишь. Горводоканал. В ответ слышишь, у нас давление хорошее. В каком месте давление хорошее? На улице Архангельская, между Малайсар-Батырой и Щедрина, бежит вот такая вода с колонки. Периодически бежит такая. А должна бежать вот такая. Тараигырово, 10. Баян-Батыра, улица. Вот баки. КСК должно убирать. Здесь постоянно свалка. Постоянно не убрано. КСК у нас барс. Бардак надоел. Общество слепых. Улица Рылеева. Вот такая свалка уже несколько лет здесь стоит. Вот это все валяется. Не убирают мусор. А здесь перевод такой, где люди ходят. Это АТП-1. Ходят все, в общем, в школу, в садик. Вот, возле Зеленстроя. Пожалуйста, у нас здесь никто не убирает. Почему-то этот отрезок забыли. Наш Аким села Трофимовка обещал, что к 9 мая все вот это березобразие будет вычищено. Обещание свое не выполнил. Мы, жители села Трофимовка, против разбора этого здания. Спонсор.